Совсем скоро наступит семейный праздник Новый Год. Дедушка Мороз вновь отправился в путешествие по городам России, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки встреча с детьми в этом году проходит в формате онлайн. В преддверии волшебного праздника написать письмо Деду Морозу и загадать заветное желание мечтает каждый ребенок. А вот задать свой вопрос сказочному дедушке и получить от него ответ кажется настоящим чудом. Хотя личной встречи из-за пандемии не состоялась, телемост вызвал не меньше эмоций. Нарядившись в яркие костюмы, ученики столичной 5-й гимназии и 59-й школы прокручивают в голове подготовленные вопросы, которые они очень хотели бы задать зимнему волшебнику. Я верю в Деда Мороза, потому что мама рассказывала, что чудеса могут забываться. В любой момент ты можешь увидеть чудеса, которые ты долго о них мечтал. Мы его представляем как бы высоким, с белой бородой. В красном. Сколько Деду Морозу вообще лет, мне интересно. Вот у него есть своя внучка, а кто у него жена? Выйдя на связь с детьми, Дед Мороз рассказал о том, что ему известно о нашей республике и поздравил всех с Новым годом на чувашском языке. Чувашия, конечно, готовится к главному волшебному празднику, а Чуваксары преображаются на главной площади республики, уже установленной еле. И сегодня я хотел бы поздравить всю Чувашию и сказать эти слова. Видео, вопросы, разные творческие номера и, конечно, стихи. Телемост прошел быстро. Дед Мороз честно ответил на все вопросы и пожелал счастливого празднования даже в это непростое время. Верьте в себя и в свои силы. До новых встреч! Пока!